МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу Пудра-шоу. И сегодня в студии Юлия Календа, Елена Соломина, Женя Волохонская и я, Элла Аграновская. Еще к нам придет гость. Мы теперь гостя в секрете не держим, напоминаю еще раз, хотя мы уже неоднократно об этом говорили. Наш сегодняшний гость, старейшина Пыхия Таллин, Раймонд Калюлайт. А тема сегодняшней программы – «Жизнь в кредит». Я думаю, тема очень актуальна, на самом деле, потому что у многих людей сложности с кредитами, поэтому хорошо, что об этом говорят. Вот должна сказать, что само слово «кредит» повергает меня в жуткий какой-то такой трепет, ужас и вызывает самые неприятные ощущения. Хотя лично у меня никаких проблем с кредитами не было. Более того, у меня даже в голову не приходит иной раз, что можно одолжить, я не знаю, пятерку, пятьдесят, пятьсот. Вот не люблю я это дело с самого раннего детства. Но приходится. И когда я отдал живу какие-то деньги, независимо от суммы, я спать не могу, пока не верну. Ну, бизит просто. И когда наступила новая жизнь, мне подруги сказали, что пора брать машину в лизинг. Честно говоря, я слова такого не знала тогда, лизинг. Мне казалось, что это такое загадочное и непонятное. Оказалось, что просто моя машина будет принадлежать банку, а я буду выплачивать деньги. И тогда я сказала, вдруг у меня в какой-то момент не хватит денег, чтобы выплатить. Мне сказали, ну что? У тебя будет ощущение, что все эти годы ты влезла на такси, вернёшь машину в банку, а сама лезла на такси, и никаких проблем. Ну, не могу сказать, что меня это вдохновило. И тогда она сказала, да что ерунда, вся Америка живёт в долг. О том, что Америка живёт в долг, мы поговорим чуть позже, и во что это вылилось. А сейчас я хочу спросить, Лена, как вы относитесь к кредитам? Как я отношусь к кредитам, боже мой? Ну, во-первых, я думаю, что стоит вообще разделять кредиты, какие они есть. Есть быстрые кредиты, когда они выдаются людям без справки, без... Из психдиспансера. Да. Без справки, да. Без справки о зарплате, да, чтобы всем было понятно, в том числе и Женечке. Вот. А есть кредиты, когда действительно это взвешенное решение банка, который анализирует твою финансовую историю и говорит, хорошо, ты надёжный человек, я дам тебе кредит на 30 лет, покупай квартиру. Так было у меня. Собственно, квартира у меня куплена в кредит, и машина у меня куплена в лизинг. Что касается вообще вот этой философии кредитования, то, конечно, она довольно сложная. Мне кажется, что многие люди просто живут на широкую ногу и имеют то, что они, в принципе, не заработали. Вот это немножко странная вещь. То есть мы привыкаем к хорошей жизни, в общем-то, без особых усилий, не прилагая никаких усилий. И мы имеем дома, квартиры, хорошие машины, скажем, один разумный человек купит себе, извините, никого не хочу обидеть, Хонду, а кто-то купит тебе за ту же зарплату, например, Лексус. Будет на последние деньги его заправлять бензином, но есть одну картошку с макаронами. И вот такие истории есть у меня. И мне кажется, они странными. И вот, собственно, кредиты очень нехорошо влияют на человеческую психологию в некоторых случаях. Кстати, у Соломы на очень красивое платье. Одно дело, когда ты взял кредит там на квартиру, на машину, и, наверное, так действительно в наше время поступают, если не все, то очень многие, потому что цены на недвижимость, опять же, на автомобильном рынке, они очень-очень высоки. Другое дело, то, что мы наблюдаем сегодня, это когда в кредит берутся телефоны, новейшие модели. Ну вот тебе зачем телефон вот этот вот супер-пупер навороченный, то есть он, может быть, тебе и нужен, но ты его не тянешь, да? Когда в кредит берется абсолютно все, и люди даже не задумываются, что это же долговые обязательства, которые копятся. И в итоге за этот телефон ты платишь все-таки сумму гораздо большую, чем его реальная стоимость. Вот два года назад, вернее, сейчас получается полтора, я взяла телефон в кредит, потому что мне захотелось новый телефон. Вот я должна была платить до 8 марта, а моим телефоном уже даже гвозди не забьешь, потому что он тонкий и неудобный для забивания гвоздей. Когда очень действует на нервы, очень, что тебе уже эта вещь не нужна, ты еще за нее платишь. Ну нормально, правда? Вот если у меня вообще была бы какая-то другая работа или не было такой работы, как сегодня, я покупил себе опять такой телефон с кнопочками, где нет всяких апов, чтобы он все время не мигал, не требовал внимания. Я взяла в рассрочку детскую двухъярусную кровать, в рассрочку тоже самое, ну кредит считай, да? И получается, я за нее платила 3 года, и у меня дети из нее выросли. В итоге сейчас все выплачено, но вот кровати нужно покупать уже новые. Новая рассрочка. Да, ну знаете, я тот самый человек, который выплатил кредит, и я устроила праздник по этому поводу, потому что я поняла, что в нашей жизни, кроме знаменательных событий, таких как, ну не знаю, там, окончание школы, рождение ребенка, там, замужество, да, есть еще один пункт, он добавился, это выплата кредита, жилищного, абсолютно точно. Это такое ощущение, причем, ну, конечно, мы хотим жить лучше. Есть обстоятельства, когда тебе просто, вот, ну, необходимо, например, отделиться от родителей, да, и люди хотят жить самостоятельно. Нужна квартира, нужна недвижимость. Но пока ты накопишь эти деньги, ну, хорошо, вот как раньше, да, откладывай, ты не накопишь эти деньги вообще. А так, смотрите, инфляция, цена растет на квартиру. Естественно, многие берут кредиты. Другое дело масштабы, да. Давайте вспомним, 2006-2007 год. Тогда хрущевка стоила миллион крон. И тогда все стали брать, брать, брать кредиты на недвижимость, продавать что-то поменьше, брать покруче, и все время, что говорили, цена вырастет. Ну, действительно, так и случилось. И в тот момент, когда ты берешь вот этот кредит, ты действительно, ты себя, мне кажется, ты себя дисциплинируешь. Но понимать нужно, на что ты берешь. Потому что если брали, например, семья, там, из трех человек, из двухкомнатной квартиры, переезжали в дом 300 квадратных метров, да, и кредит был бешеный, то, естественно, ну, как-то вот оно нерационально было использовано. Они отказывали себе во всем. В отпуске, в красивой одежде, в еде. Они превращали жизнь вообще всей семьи в какое-то вот такое урезание бюджета во всем. В итоге нервы, неудовлетворенность. Ребенок через 10 лет, там, 15, ну, даже через 10, вырастает, уезжает, не хочет жить в этом доме. В итоге люди остаются, а ему еще выплачивать лет 15. А у тебя на что был кредит? У меня на дом. На домик. На домик. Это же все было продикто... Как бы результат следствия ипотечного кризиса в Америке. Вот я говорил об Америке, потом скажу. Я только не понимаю, куда смотрели американские надзорные органы. Вот честно, для меня это так и осталось загадкой. Когда кредиты выдавались всем подряд, кто этого хотел, абсолютно ненадежным заемщикам, в это время цены на квартиры падали. Простые американцы, я их знаю, некоторых из них, покупали один дом, второй дом, третий, в целях ну как бы возможных инвестиций. Что вот он сейчас купил дешево. Все хотят подстраховаться. Да. А потом продаст дорого. Все же хитрые вдруг стали. Такие специалисты. А в это самое время цены упали. Выросло безумно количество просрочек платежей. И что в итоге? В итоге ипотечный кризис, финансово-экономический кризис. А поскольку мы живем во время глобализации, где все со всеми связаны, начался мировой экономический кризис, который ипо нам ударил. И мы тоже жертвы. Ну не мы с вами конкретно, хотя неизвестно. Вот. Тоже жертвы этой ситуации. Вот эта вот история с этим бумом недвижимости, вот она из этой оперы. А можно вот я, Элла, я не согласна, что мы полностью вот именно жертвы. Почему? Потому что у нас в это время 2005, 2006, 2007 банки тоже давали кредиты всем, кому не лень. То есть извините, пожалуйста, какие-то рычаги регуляции всего этого экономического расцвета, да, должны были присутствовать. Потому что понятно, да, когда страна развивается, развивается у нее быстрый темп экономического роста, да. Но потом в какой-то момент эти темпы замедляются. Это должно случиться. И нас накрыло этим пузырем. Но мы сами, мы сами тоже виноваты. Извините, пожалуйста, извините. в том числе, мы тоже это не регулировали. Одно дело американская волна, которая нас шандарахнула, другое дело, то, что мы не пытались, но мы ее не пытались никак обуздать на нашем внутреннем рынке, я прошу прощения. Потому что, еще раз, наши банки тоже выдавали кредиты всем за милую душу. И цены на нашу недвижимость тоже взлетели выше потолка. Вообще в этой передаче все так стильно одеты. Может, мне надо было лучше одеться? Во время этого кризиса я разговаривала с некоторыми специалистами, и один психолог мне сказал, что вот это, действительно, Элла сказала, мировой кризис, он накрыл абсолютно всех. И поскольку эта проблема имела мировой масштаб, то считалось, что это вообще такой общечеловеческий кризис. Человечество должно пересмотреть свое отношение к этой жизни. Потому что вся земля живет в кредит, то есть есть какие-то олигархи, которые управляют миром, условно говоря, а все остальные в общем-то живут очень средненько и вынуждены свои удовольствия получать в кредит. И вот философия человечества должна была измениться, человечество должно было выучиться на своих ошибках и зажить по-новому. Но сейчас наступил тот момент, прошло уже 10 лет со времени того кризиса, и мне кажется, что человечество ничему не научилось. Человечество не учится жить по-новому в рамках одного поколения. Потому что вот эти все наши привычки, жизнь в кредит, вот это вот все, то, что мы позволяем себе, это мы можем научить своих детей так не делать. Почему они берут кредит? Например, моя сестра, которая живет не в Эстонии, она квартиру упорной, она живет здесь 1996 года, она упорно не покупает квартиру, потому что этот кредит она не хотела вешать на своих детей, у нее трое детей. Вот и все. Человек разорвает, я говорю, ну как ты можешь жить столько лет в съемном жилье? Она говорит, я не хочу на детей вешать свой кредит. Сейчас же есть определенные механизмы, вот как раз недавно с Юлей тоже обсуждали, что сейчас существует такая возможность страхования своего кредита, да, то есть когда ты платишь определенную сумму плюс к своему кредиту в банк, да, с тем, что если ты, не дай бог, потеряешь трудоспособность полностью, частично, или или таки умрешь и не будешь способен выплачивать свой кредит, и тогда он ляжет на плечи твоих детей, да, вот от этого можно застраховаться, чтобы твои дети не наследовали бы твой этот разнесчастный кредит. Но это стоит, да, это стоит, и это стоит, ну, в зависимости, конечно, от суммы кредита, но около до 100 евро в месяц примерно. Посмотрите, сколько фирм получает с этого доход, да, кредитные фирмы, у нас же не только банки выдают кредит. Мы оживляем экономику, мы оживляем экономику, страховые фирмы теперь имеют такие богатые пакеты страховок, застрахуй себя от потери работы, застрахуй свое жилье, естественно, жилье, которое мы берем в кредит, оно обязательно спрошлось. Слушайте, а правда, что сейчас уже кредит, взять в лизинг, в кредит, квартиру, в лизинг уже не так просто? Совсем не просто. Да? То есть прошла эта волна? Совсем не просто. Потому что после этого кризиса как раз было введено новое законодательство, согласно которому там тысяча условий для того, чтобы взять кредит на жилье и даже машину в лизинг. Вот у меня сколько было машин за эти все годы, 35 машин у меня было так на круг, 6. И последний она уже не в лизинг, потому что пришли друзья на помощь вместо банка. Не дали. Не дали. Не дали. На каждое действие есть противодействие. С одной стороны, банки очень взвешенно дают эти кредиты, а теперь у нас появился вообще как после грибного дождя выросли фирмы, которые дают кредиты маленькие, немаленькие, под залог. Заложи свой автомобиль, заложи свою маму, условно говоря. все что угодно. И тогда человек получает кредит. Но с другой стороны, девочки, сейчас все-таки деятельность этих мелких фирм пошла на спад. Если мы вспомним еще 10 лет назад, что это было, это же был какой-то кошмар. Все эти SMS-лайн, чувство у человека, который слушает эту речь. Я думаю, что многие тоже это или слышали, или с этим столкнулись. Это поручительство. Это поручительство. И я тот человек, который, например, в свое время рассталась с одной знакомой именно из-за того, что я не стала поручителем. Но это не то, что чуйка, это не то, что там... Это просто обстоятельства. Я одна, с ребенком на руках, и у меня человек, ну, знакомая хорошая, просит, стань моим поручителем, у тебя официальная зарплата. Ну, я не знаю, там, 2010 год, например. И я говорю, слушай, я не могу. Вот правда, ну, не могу. Ну, какой-то 10-й, наверное, меньше. Меньше. Вот, меньше раньше, да. Я не могу, понимаешь, потому что, а вдруг что-то не так? Ну, вдруг, вот правда, ну, все, тогда мне придется платить, а там сумма приличная была. Она говорит, ну, вот раз ты не можешь... Эх ты, я-то думала, ты друг настоящий. Я так... Ну, мне было больно, но я просто понимала, что я не могу рисковать. Через 2-3 года я узнаю, что те, кто стали поручителями, 3 человека в итоге выплачивают за нее вот эту сумму. И там была приличная сумма. И понимаете, вот с одной стороны, мне стало... Я вот эти 3 года пока не знала эту информацию, я правда думала, какая же я все-таки нехорошая. Ну, человеку нужно... Ну, что мне трудно было подпись поставить, что я поручитель, я же ее там знаю лет 15. А в итоге, представляете как, и люди выплачивали. О, как! Дай, Юля, в камеру настойчивый совет, что избегать поручительства всеми силами. Пока есть нервы и крепость характера избегать. Потому что у меня тоже было два случая. Один очень удачный, у подруги была. Она быстро выплатила за свою квартиру. Где-то мы с ней даже кредит за квартиру. параллельно шли и обе избавились и были счастливы безмерно. А второй случай был крайне неприятный. У меня была изборчена кредитная история. И это ужасно. Из-за этого? Из-за этого. А, да, точно. То есть кредитная история... Конечно. В общем, ловушки кругом. Вот мне никто никогда не просил даже стать поручителем. Поэтому интересно. Я даже не знаю, что бы я в такой ситуации делал. Наверное, надо все-таки смотреть, кто этот человек для тебя. В принципе, ты должен как-то на себя брать до какой-то степени роль банки. Ты должен оценивать этот риск. А еще, знаете, вот мы говорим про недвижимость, про такие, ну, серьезные вещи. Недвижимость, мы понимаем все, что это хорошо. Ну, в принципе. Конечно. Это хорошо. Движимость очень хорошо, конечно. И чем больше, тем лучше. Подождите, какой-то анекдот был. Анекдот какой-то был. Ничто так не сближает в семейной жизни, как... Совместный кредит. Совместный кредит, да. А другое дело, когда берут еще деньги на такие вещи, как, например, на свадьбу. Или на путешествие. Или на путешествие. Я знаю тоже одну пару, которые взяли в кредит сумму, она равносильно была однокомнатной квартире, стоимости однокомнатной квартиры. Они съездили, по-моему, это было что-то бора-бора, ну, в общем, что-то такое, вот острова какие-то фантастические. Экзотика вообще. Экзотика. И все так было красиво, все было шикарно. Я еще думаю, ну, надо же, наверное, замуж за богат. Это я еще не знала, что кредит. Но за богатого человека, наверное, вышел замуж, ну, как бы, вот, молодцы, как говорится, нежадный, решил праздник устроить. Она говорит, нет, ну, что ты, мы в кредит взяли. Через полтора или два года они расстаются, а кредит еще выплачивали пять лет. Государству надо делать акцию свадебное путешествие в Нарьямо. И вот что как раз пишут в договорах мелким шрифтом. Ну, не то, что мелким шрифтом, а, собственно говоря, просто один из подпунктов договора, на который, может быть, некоторые не обращают внимание, да. Если еврибор будет расти, да, вот, то твоя выплата может составлять столько-то и столько-то. И это, как правило, в банковских договорах это прописано, да. Что будет, если еврибор достигнет своего зафиксированного законодательством максимума. Да, то есть, вот, если, например, ты выплачиваешь за кредит за недвижимость 400 евро в месяц, и если еврибор достигнет своего максимума, ты будешь платить 800. Да, эта сумма в два раза больше. Понятное дело, если люди берут кредит, они планируют за него отдавать ежемесячно 400, они совершенно не планируют за него отдавать 800. Ну, во-первых, еврибор обновляется каждые полгода. Это раз. То есть он поднимается постепенно. Он может подниматься, или он может падать. Можно его фиксировать. Но на самом деле, вот я выплачиваю кредит за свою квартиру, ну, больше 15, больше 10 лет точно. И у меня как раз еврибор плавающий. И я ни разу не попадала в ситуацию, когда мой кредит вырастал просто бешено. Я тоже. И одна моя знакомая, как только он стал расти, и ей показалось, что что-то он вырос как-то очень нехорошо, пошла и зафиксировала его. И в итоге очень сильно проиграла, потому что он стал падать, и у всех выплаты стали гораздо меньше, а у нее он зафиксированный, и в итоге там тысяча крон это составляло в месяц. Это были огромные по тем временам деньги, потому что квартиру она купила как раз в бум. Здесь на какой процент людей до конца и до последнего слова читали договор своего кредита на свой дом или на квартиру. А сейчас мне рассказывал врач. Он говорит, что к нему приходит вставлять искусственную грудь, увеличивается сильно поток этих молодых девушек именно осень. Он говорит, как ты думаешь, с чем это связано? С учебным кредитом. Как только девочки поступают в университет, они берут этот учебный кредит, да, и тут же совершенно... Слушай, кстати, да, Хорошо, что не пропивают. Смотрите, потому что этот кредит... Ну кто на что, да? Потому что я тоже знаю людей, которые получали этот кредит и там, а, поеду отдохну, потом... Не, ну одно дело отдохну, другое дело... Потому что они тебе поступают на счет. Опять же, берем пример Англию. Там студент не видит этих денег. Это происходит помимо него. То есть это сразу прямые деньги, идут на счет учебного заведения. Да, но в Англии учеба стоит так дорого, что лучше жить в Эстонии и учиться в Эстонии и иметь наши закоды и наши кредиты, чем ехать в Англию. И там я не нашел работу, что-то не могу выплатить. Зато когда ты учился, твои родители пахали на четырех работах, чтобы обеспечивать тебе и пропитание, и жилье, и, конечно, саму учебу, которая очень дорогая. Я это точно знаю. Мы все прекрасно понимаем, и наши родители, и бабушки, которые берут кредиты, быстрые СМС. И их внуки наверняка знают, что это как бы плохо, это долговые обязательства, это ответственность, это ты должен отдать больше, чем ты взял и так далее. Но тем не менее, люди все равно упорно берут эти кредиты. Мы все равно хотим ездить не в Усть, Донецк отдыхать, а мы хотим ездить, отдыхать на Бали или хотя бы в Турцию, полный пакет, все включено. И так далее. То есть здесь, на самом деле, все очень сильно зависит от самоконтроля, от того, насколько разумен человек. И, в принципе, если мы посмотрим на то, что происходит вокруг, то получается, что большинство людей, я, может быть, даже и о себе говорю, большинство людей не имеет этого разума, чтобы постоять и подумать, нужно тебе это, не нужно, а что будет дальше, и как я буду из этого выкручиваться дальше, и не осложить лет моей жизни. Это сиюминутное желание. Я хочу. И этому очень способствовали, кстати говоря, СМС-кредиты. Если ты приходишь в нормальный банк, в банковское учреждение, то тебе надо все-таки подготовить какой-то определенный пакет бумаг. СМС-кредит, ты один раз что-нибудь там какие-то свои данные послал, все, дальше тебе достаточно. Просто СМС-ка, твои деньги пришли. И если, ну, чисто психологически, перед тем, например, как получить кредит в банке, в более солидном каком-то учреждении, ты подумаешь, потому что это требует от тебя каких-то дополнительных телодвижений. Здесь нет. Все, ты послал СМС-ку, через три часа у тебя на счету деньги. Надо было майку надеть. С телевизором, когда говоришь, надо сидеть в майке. Где-то засветилось, не знаю, там в казино, покупаешь лотерейные билеты, не знаю, там у тебя не очень хорошая кредитная история. Была когда-то, там лет 10 назад, что если ты вдруг захочешь взять опять кредит, спустя какое-то время, то тебе могут не дать именно по этой причине. Это твое добровольное решение. Нет. Ты как лудоман вносишь себя в черный список, и тебя, например, не пускают в казино. Если ты внесен в этот черный список, банки его видят. Но никто из посторонних людей тебя не может внести в этот список. Если у тебя, если ты просто играл в казино, ну, нет, ну, хорошо, мы говорим ты, да, то есть, если человек просто там, вот он играл в казино, но он при этом не наделал долгов, видимых банку, и с чисто банковской точки зрения у него было все в порядке. Нет, 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 не так. Дело в том, что ты, когда играешь в казино через кредит, ну, через карту, ну, там видно, естественно, но если при этом... Тебе его могут просто не дать. Этот кредит, скорее всего, не дадут. Если ты играешь в казино. Ты же выписку представляешь за полгода. Казино, все. Мы же говорим о том, что все равно мы дарим деньги этим фирмам, которые выдают кредиты, потом мы воплачиваем гораздо больше. И эти фирмы делают все возможное все-таки, Чтобы мы брали эти кредиты Есть черная пятница со своими скидками Есть 8 марта, есть 14 февраля Вокруг всех этих праздников Стоят маркетологи Вот с такими вот зубами Которые жаждут, чтобы ты принес им свои денежки Купи просрочку плюшевого медведя На день цветового линзина Купи на 14 февраля своей девушке кольцо с бриллиантом И бедный парень Какой-нибудь студент Берет кредит А я про мебель Остро захотела столет с бриллиантами Я скажу, что не все так у нас плохо Я сейчас буду защищать Не все плохо У нас, например, есть магазины Которые технику, бытовую технику И мебель дают без процентов То есть без кредита То есть ты делаешь рассрочку Но ты не переплачиваешь Это тоже, мне кажется, сейчас очень удобно Но что делать? Люди хотят жить сегодня и сейчас Это, конечно, цены тоже отражаются Никто бесплатно денег не дает Нету никакого финансового смысла в этом Мы все время говорим Вот если недвижимость, это хорошо Если какие-то, ну не знаю, кровать новая нужна Ну, молодая семья Ну, хотя, да, древности Понимаешь, где проходит грань Опять же, где проходит грань Между нужным и ненужным Я сразу вспоминаю Стивена Кинга И вот его нашумевший роман Нужные вещи Когда набирали, набирали, набирали разного Продавали за это душу дьявола Ну, это Кинга, надо читать как бы Но здесь то же самое Где эта грань того, что тебе нужно Для того, чтобы существовать счастливо Кому-то, кто-то считает Вот мне нужна квартира А дальше я все остальное покупать-то не буду И буду, значит, скрипя зубами Играя с желваками Не буду брать в кредит В телефон, красивую вещь, что-то еще Шмотку А кто-то думает так Ну, а почему нет? Одного живем Пойду-ка я прикуплю себе Шубку с песком в кредит А вы знаете, что? Вы забыли еще сказать и вспомнить Те времена Это, наверное, все-таки Больше свойственно было нашим мамам Которые Ситиральную машину покупали в кредит Больше ничего Золото копили Вложение в золото То есть вот эти деньги Просто вот я общаюсь с одной женщиной И все визы Я все эти годы Складывала, складывала Открыла мне шкатулку Показала золотые украшения И все Она говорит Я всегда слышала Мне моя мама, там бабушка говорили Что бы ни происходило в мире Ну, все слышали эту, да, версию Золото всегда будет в цене Всегда золото в цене Ну и что? Она сейчас Она говорит Я разочарована Золото никому не нужно Да, я одного Ювелир сейчас буквально недавно писала О том, что Вот нефть дорожает Бензин дорожает Недвижимость дорожает А мы занимаемся золотом И золото все время падает в цене Но тем не менее Буквально не так давно С одной знакомой я говорила И она рассказывала О другой нашей общей знакомой Которая вышла замуж За очень-очень-очень богатого человека Из другой страны И она сказала Я не понимаю Почему она не заставляет его Покупать ей драгоценные вещи Они же вот Никогда не упадут в цене Так что такая философия есть и сейчас А поскольку Женя упомянула Кинга Я бы еще и Паланика сюда привлекла Есть Бойцовский клуб Замечательный такой И фильм, и книга И там же тоже Там очень четко показано Ну, там показано много чего, конечно Конечно, да Но опять же Мы рабы вот этой финансовой пирамиды Мы стали рабами Все, практически весь мир 90% человечества живет в кредит И там же идея всего Всей этой истории была такова Что взорвать все кредитные учреждения Все финансовые учреждения Обнулить эту историю Я согласна И у людей бы тогда не было Сравнять Слушайте, а он миллионеров И они бы перестали быть рабами Давайте позовем все-таки нашего гостя Раймонда Каллилайда Какой интересный переход Кредит Ура! Здравствуйте! 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 Ура! Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста У вас есть кредит? Личный? Да, есть Я за квартиру Плачу каждый месяц Много? Много? Нет, кстати, нет У меня очень маленькая квартира Я У меня меньше 50 квадратных метров Где-то 40 Очень маленькая Даже у меня Да-да-да Это У меня когда-то Были больше квартиры Когда я еще арендовал И это я сознательно Принимал такое решение Думал, что если у меня будет Как у японцев Маленькая квартира У меня будет меньше вещей То есть Сейчас Когда я что-нибудь Хочу купить Я всегда должен думать А где я буду это хранить? Хорошая такая Да-да-да-да И в принципе Обычно Мне надо тогда думать Таких, хорошо Взамен что? Что мне тогда надо Или продать Или отдать Или подарить Или выкинуть Или выкинуть Но я стараюсь выкинуть Очень мало Потому что я такой Человек очень зеленый Да, то есть Все-таки Вот употребление Говорят так Что первое Надо думать Как-то вообще Употреблять меньше Если ты уже что-нибудь купил Используй ее до конца Да, то есть Возьми из этой вещи Все возможное Выжимай из него И тогда Ты должен Еще Если он как-то годится Или с ним можно что-то делать Или это материал ценный Ты можешь его Еще отдать Чтобы его Исполняли заново Да, то есть Поэтому я вот очень Я собираю все Мусор отдельно Если у меня какая-то Одежда останется Я ношу куда-то Где их перепродают Или отдадут кому-нибудь Какие-то вещи Я стараюсь всегда найти И просто не выбрасывать ничего Очень часто бывает Кому-то нужно Да Не знаю Там Поэтому я стараюсь Оставить Как возможно Меньше след На этой планете Прекрасной Которая у нас еще есть Чтобы его Как возможно Меньше портить А на что вы тогда Деньги тратите Раймонд, извините Пожалуйста Да Я очень Если Можно говорить Что я вообще На что я трачу Много денег Это путешествия Да То есть Я это тоже делаю Например Но вы не поверите Наверное Я на три недели Отдыхал в этом году В Португалии То есть Я не арендовал машину Я арендовал велосипед Потому что я ездил Каждый день на океан На пляж На велосипеде Очень-очень хорошо Каждый день Получаешь еще Маленькую тренировку 40 градусов Было в это время В Лиссабоне 10 километров До океана 10 километров Обратно Ты в отличном форме Не получается того Что пойдешь на отпуск Вернешься оттуда Такой Лобком Да То есть И вещей у меня было С собой Ну не знаю Ну вот столько Да То есть В самом деле Вот то, что вы говорили Все очень правильно Маркетологи Которым я был Я же знаю этот мир Вот, кстати Я же знаю Маркетологи Производители И так далее Они Очень умные люди Они каждый день думают Как делать так Чтобы вам всем казалось Что вам эти вещи нужны И когда вы включите Свой ум Свой личный Мозг Включите как следует И думайте об этом Вы понимаете Что Больше половины 80% того Что вам хотят продать Вам не нужно На самом деле Вы можете жить без этого Вот у меня дедушка Николай Ему 90 И он живет Ну вот мы с ним сидели Один день Очень Очень смешная история Вот Ну как русские всегда Они пряники дадут тебе с чаем Да И вот у него блюдце Для пряников Я говорю Слушай Может дед Николай Тебе купить Новое блюдце Такое у тебя уже Старое Уже не такая прозрачная Я говорю Не-не-не-не Дед У меня их два У меня еще такая есть новая Но я пока еще не взял Из шкафа Я говорю Да Когда ты это купил Он говорит Ну По-моему В 76-м году То есть И вот у него Мы смотрели у него в кухне У него шкаф на кухне Который ставили туда Когда строили этот дом Не знаю Я думаю Это 50-е годы Начало 50-х годов Он его красил белым Он отлично выглядит Совершенно супер выглядит Он говорит Ну а что мне Почему мне новый шкаф купить То есть И он никогда И он же не какой-то Не гринпис Какой-то активист Он же не знает Ничего Про какие-то там Может быть Эти экологические вопросы Которые сейчас такие модные Среди хипстеров Это просто Здравый смысл Да Что не надо купить Чтобы менять что-нибудь Что работает Мне кажется Молодое поколение Сейчас это очень хорошо понимает Смотрите Сколько магазинов Которые продают Использованную одежду Которые Вот брендовые Да Красивые вещи И молодежь это все купит Вот мы говорили Если внимательно слышали Как раз о поручительстве Да Но поручительство Это в принципе Когда человек обращается За помощью к другому Чтобы ему Помогли Взять деньги А вот у вас Был такой случай Когда к вам обращались Просили Быть поручителем Или может быть Даже просили У вас какую-то сумму денег Ну не знаю Там на поездку Куда-нибудь Деньги долгие дал Да Потому что очень Если хорошие Без процентов Без процентов Да То есть То есть Если Иногда бывают у людей Например Нечастные случаи Да Им нужен помощь И Я когда Друзьям дал деньги Я всегда это сделал С такой мыслью Что Ну что Мне вот этот друг Дороже Чем эти деньги Да То есть я дал всегда Такую сумму Которую я в принципе Готов и потерять С поручителем У меня такого опыта нету Когда-то в молодости Когда я брал Учебный кредит У меня по-моему Брат Вот был этим поручителем Но я этот кредит Сам То есть Платил И никаких проблем С этим не было И вот Когда вы об этом говорили Я тоже думал Что в самом деле Сегодня я не представляю Чтобы я пошел Например К друзьям Или там К маме Или К брату Или И спросил Что слушай Вот мне вот Нужны деньги Вот Бери вот этот риск На себя как-нибудь Да Мне кажется Это безответственно То есть Я бы нашел Любой другой выход Если это возможно И конечно Я помню Когда я был Предпринимателем Когда я начинал В 2007 году У меня было ничего То есть У меня было Ноль евро Точно Я это очень хорошо помню Потому что Я был между С одной работой Я покончил И тогда Вторая началась Через несколько месяцев И Вот этот период Я помню Что я тратил Все свои деньги То есть В 2007 году У меня было ничего Когда я начинал Свой первый бизнес Потихонечку Тогда В 2009 году Посерьезнее Только начинал Заниматься Только своим бизнесом И Я помню Первой моей цель Было то Что я хотел Зарабатывать Столько денег Чтобы у меня было Где-то От 3 до 6 месяцев Такой Резервный фонд Личный Запас Что есть И что У меня не получается Что-нибудь Я потеряю работу Или Не знаю У меня в ферме Что-то не получается У меня было Вот это 3 до 6 месяцев Думать Что делать дальше И идти Куда угодно На работу Чтобы все-таки Платить Свою жизнь То есть Вот это для меня Было очень важно Чтобы у меня был Этот личный Резервный фонд Скажите, пожалуйста А вот к вам В управу Обращаются Несчастные Несчастные жертвы Невыплаченных кредитов И потерявшие квартиры Да Вот вы говорили Кредиты Кредиты Очень разные Да Если вот Мы говорим Сейчас про Квартиры И дом Человека Да То есть Это я не считаю Таким плохим кредитом И в самом деле Я вижу Что Если у человека Нету Своего Своей личной Квартиры Старость Очень трудно Потому что Наши пенсии Там Скажем Триста Триста Да Четыреста Вот Между вот этими суммами Где-то у людей Ежемесячный доход Вы понимаете В Таллине Арендовать за деньги Квартиру невозможно Это значит того Что ты должен жить В муниципальной квартире Социальной квартире А это все таки Не свой Никогда не будет Твоим домом Да И вот Особенно трудно Конечно Пожилым людям Которые Остались одни У которых нету Своей личной Недвижимости Нету ничего Кроме вот этой Ежемесяцной пенсии И конечно Бывают И жертвы Того Что например Пожилой человек Который Был поручителем Или гарантировал Как-то Или гарантировали Там с квартиры Мамы и папы Долг Молодое поколение Не могли это выплачивать Там Влещались Родители Своей квартиры Потому что Такие трагедии Трагические случаи В самом деле Много Я когда работала В новостях Снимала даже сюжет Семью с детьми Женщину с детьми Выселяли из квартиры Как раз таки потому что Она брала быстрый кредит Не посмотрела Тогда в то время Это законодательно Еще никак не регулировалось Не посмотрела Какие будут проценты Что она будет выплачивать И получилось так что Под молоток Ушла ее квартира И она там больше Жить не могла Вот у вас есть такие Примеры Или случаи В районе все видишь Да то есть И для этого И должен быть Вот эта система Скажем Социальных Какие-то все-таки Гарантии Конечно мы можем Сказать что Но вот этот человек Сам поступил Неумно Да И в какие-то ситуации Ты можешь Запросто Можешь сказать Да Это стопроцентно Вина этого человека Но если Этот человек Не знаю Женщина 76 лет У которого Нету никого В жизни Что мы Как общество Скажем что Ничего не поделаешь Теперь придется Жить на улице Конечно мы не можем Это сказать То есть Этих людей Как-то надо уже Помогать И конечно Помогает Ну конечно Город помогает Да И конечно Другая такая Трагическая ситуация Из-за кредитов Которая бывает Связана с детьми Да То есть у нас Все-таки есть дети Которые растут в семьях Где у родителей Может быть Вот это Финансовые знания И понимание Этой области На не очень хорошем На высоком уровне И тогда вот Эти хищники СМС кредита И так далее Если эти родители Попадут в эту ловушку Конечно Опять же Можем сказать Они взрослые люди Они должны за себя отвечать А там ребенок Там Ну не знаю Пятилетний ребенок Четыре года ребенку Двенадцать лет ребенку Да То есть Ты можешь сказать Ну что поделаешь Родители у тебя Тупенькие Но мы же не можем Вот этого ребенку Как-то сказать Что ничего не поделаешь Теперь вот придется Тебе страдать Опять же Поэтому мне кажется Даже иногда Что Может быть Как-то об этом Больше надо уже В школе говорить Потому что я Помню Я заканчивал Среднюю школу Я не знал Что такое кредитная карточка Я не умел Как-то считать Сколько мне будет стоить Какой-нибудь там Маленький кредит Например Да То есть без этих Обычных финансовых знаний Мы выпускаем людей В жизнь Где их потом будут Бомбить С рекламами 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 Купи Сделай И так далее Ну конечно Надежда У меня надежда есть такая Что вот это молодое поколение Которое сейчас Я вижу Они другие Они как-то На них не так сильно действует Вот это все Им Больше вот эта гонка Как было в 90-е годы Что вот Самый лучший тот У которого больше вещей И самый большой дом Сейчас молодежь Они Майдник Майдник Ну кстати да Потому что 90-е годы Мы Дети Дети людей Которые родились в дефиците После войны Да Естественно Сейчас Стало все можно Наконец-то Мы все купим У нас все будет Как красиво И не хуже Чем в ваших Европах И Америках Современное поколение Кстати говоря Да я заметила Очень многие молодые люди Живут вместе Они снимают таки квартиру И они не хотят Хотя могли бы Родители даже предлагают Давайте мы заложим Нашу квартиру Вы же живете вместе Давайте вы возьмете кредиты У вас будет своя квартира Молодежь говорит Нет Нам не нужны обязательства Вот таких случаев И тоже много Простите да Просто вот Телемашина например Да Статистика даже показывает Что то самое Америка Где раньше Почти 100% молодежь Когда им стало там 16 или 18 Они сразу сделали себе права И хотели купить машину Сейчас где-то треть Молодых людей Никогда не сдают на права Они используют Uber Они используют Общественный транспорт И если вы думаете О первоэстонской ситуации Вот вы говорили про Люди которые живут Там в панельках И у них Мерседес стоит внизу Мы же видим Это во дворах Там в Ласнаме И даже в Пуле Таллине Мы видим эти машины И мы знаем По статистике Люди платят Огромные суммы Своих доходов На лизинг машины Скажем Даже самая Какая-то маленькая Простая семейная машина Toyota Все равно Лизинг Страховка Бензин Но где-то 300 евро в месяц А это в год Уже сколько? Это уже 300 Это 3600 евро А это уже деньги За которых можно Опять же летать на Бали Летать в Индию Летать в какие-то там Европейские места И смотреть Как там люди живут И очень многие молодые Особенно в Пуле Таллине Такая вот богема Они уже не купят себя Или купят какую-нибудь Маленькую машину Вот я вот хочу После выборов Сейчас мне надо таскать Там палатки В своей машине И так далее Но стараюсь избавиться Своей большой машины Куплю себе Типа Toyota Aigo Или Volkswagen Up И мне все равно А смарт-машины Раз уж экологическое мышление У вас есть Тогда можно купить По трозетке Заезжать машину Ну я смотрю Что меньше использует бензин И так далее И вот мне некоторые люди говорят Ну там престиж Знаете простите Мне 195 сантиметров У меня номер ноги 47 Мне доказывать нечего Вы знаете Я сейчас вспомнила По ассоциации По какому Ну понятно по какой Известный русский писатель Василий Аксенов На котором мы все выросли Когда уехал в Америку Он одно время жил в Америке Медлировал просто Потом вернулся в Москву Он купил себе сразу Ну человек из Советского Союза Вырвался Он купил себе сразу Белый Мерседес И он мне рассказывал Говорит Соседи перестали со мной здороваться И разговаривать Я говорю Почему? Он говорит А не порыло Вот как бывший маркетолог Дайте мне совет Каким образом Не попадаться на улочку Маркетологов Самый простой совет Это подождать Хоть несколько дней То есть вы видели что-нибудь Думаете Хочу это купить Ну конечно Если это молоко И вам нужно сразу молоко Надо купить А если это куртка Бербери Например? Да, если это куртка Бербери Не надо сразу купить И обычно через пару дней Отпускает Пройдет Потому что это маркетинг На вас действует Все это какое-то Ограниченное время Не надо почему-то не цепляет Давайте подводить итог Во-первых Огромное вам спасибо Вам огромное спасибо С вами было очень интересно А во-вторых Как мы только что Все вместе здесь поняли С помощью Раймонда Все надо делать с умом Разумно Прикидывая Надо, не надо В том числе и брать кредит Это была программа Подрошу Увидимся В следующем понедельнике Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры